Вообще принцип реабилитации, что у детей, что у взрослых, он общий. То есть после того, как я поставил позвонки, нужна периодическая растяжка позвоночника. Если я взрослым говорю, что турник 5-10 раз, это хорошо, то к детям, в принципе, применяются все те же правила. Но как, если я работаю, допустим, с двух месяцев с детьми уже руками, то как их вытягивать? Их же не заставишь висеть на турнике, даже если заставишь, что это лет только с трех. Что делать с маленькими? Есть простое, в принципе, решение – переворот. То есть вы берете ребенка, за середину бедра вы его поднимаете вниз головой, держите так, ну там 3-5-10 секунд и аккуратненько переворачиваете. Сейчас, в общем, будет гайд, как это конкретно делается. Два принципа. Вы должны страховать шею его, вот. Вы должны брать за середину бедра. И третье – плавно. То есть ребенок должен успевать реагировать. Если ребенок сильно загруженный, там ДЦП, задержка, развитие, то вы делаете оно прямо очень медленно, чтобы он успевал. Если ребенок, в принципе, живенький, просто болит спина, то вы делаете, ну так, среднее. То есть никаких рывков, чтобы ребенок успевал напрягать мышцы, потому что поза противоестественная, нужно еще успеть сообразить. Трудность какая? Вы должны страховать его, потому что это не типичная поза. Но я сейчас покажу, как. И вы должны сами понимать, что за одну ногу, если вы поднимете, вы очень большую нагрузку даете на связки, на мышцы, допустим, тазобедренных суставов. Это достаточно уязвимое место. Но если вы достаточно мягкость рук отработали, там, допустим, за неделю, даже отцы учатся, которые говорят, что я там боюсь, не бойтесь, все будет нормально. То есть переворот делаете, то есть один переворот приравнивается к одному, получается, взрослому турнику, то есть 5-10 переворотов в день для ребенка. Им очень быстро это заходит на игру, то есть им весело. У них приливает кровь в голове, если вы делаете коротко, не переполняете сосуды, то есть 10 секунд, в принципе, хватает. Редко я говорю, что делайте дольше. То есть им это интересно. Во-первых, это новая поза, а вестибулярка это вообще всегда весело для детей. В принципе, все аттракционы на этом построены. Плюс это кровоток, то есть у них становится ярче восприятие, особенно если они были до этого в дефиците. Плюс это просто внимание там отца матери, это весело. Могут плакать в одном случае, если какие-то идут обычно по шее, тяжелые ситуации, большие спазмы сильно наболело. Та же самая ситуация у взрослых на турнике. Если поясница сильно заболела, то я говорю, что вы когда растягиваете, это больно, но когда вы растянули, боль отступает вам классно. С ребенком то же самое. То есть вы делаете медленно, ему подтягивают, 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 подтягивают. Раз растянуло, он поймал с этого кайф, что да, действительно, меня растянули, мне легче. И, собственно, с этого момента игра и начинается, потому что до этого было лечение. То есть для начала хорошо это делать, вот допустим, я над столом обучаю родителей, то есть ребенка положить куда-то, до чего вы дотянетесь руками. Ну, до какой-нибудь пеленальный столик или еще что-нибудь, чтобы было какое-то пространство. И положить, и взять место для маневра. Страхуем шею. Я имею в виду положить низ ладони ребенку на лопатки, вот здесь достаточно плотно можно зафиксировать, вверх ладони на вот здесь вот затылочную кость. Ребенка расстояние меньше, вы как раз взрослой рукой полностью все это накрываете. Вот так вы страхуете, то есть от боковых, от передних, задних, от любых движений, потому что обычно либо закидывает, либо резко нагибает вперед. То есть блокируете здесь. И, соответственно, за середину бедра. То есть вот вы его вот так вот, вот так на руках. Руку из лежачего положения под шею, под лопатки, за бедро руку, поднимаем, то есть как бы не за голову, просто под голову, под шею, вот так. И постепенно, как он брал, перехватываем вторую руку за бедро. Здесь держим, никаких рывковых движений. Вот из такого положения. Вот так вот положили на ручки и перехватились. Кладем на горизонтальную поверхность. Для начала, пока вы учитесь, потом уже можно будет не ложить. Поддерживаете рукой шею, страхуете от переразгибания. Перехватываем рукой за бедро. Поднимаем за шею, за голову, за бедро. Перехватываем за второе. Вот и отлично. 5-10 секунд, можно даже меньше поначалу. Главное делать медленно, чтобы он успел отреагировать. И аккуратненько можно ложить на горизонтали, если не можете на руках. То есть можно вот так вот, можно перехватиться руками обратно под шею. И все, в принципе, можно заканчивать. Продолжение следует...